И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит данный эфир. А с вами снова я, мистик, философ, поэль Татьяна Синдеева-Бурова. А данный видеоэфир я посвящаю вот какой теме – зарядка с хранителями души. И я действительно очень-очень счастлива вас видеть, и я действительно очень счастлива и с большой радостью поделюсь с вами вот таким вот своим опытом, который был, происходил у меня. Вот сейчас хранители уже начали делать зарядку со мной. Да, 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 да. Уже началось взаимодействие, и хранители, милые, уже взаимодействуют, и уже они делятся всем тем. Они уже помогают мне делать зарядку. Ну что же, видите, я начинаю замедляться. Почему? Потому что, ну, мне, во-первых, самой очень, мне очень нравится это состояние взаимодействия с хранителями. Знаете, может быть, некоторые люди подумают, что, ну, что ими их кто-то использует, или ими манипулирует, или как-то высшие силы, когда используют человеческое тело для чего-то, для каких-то своих целей. Но я вам честно скажу, признаюсь, что я очень благодарна Отцу Небесному, Иисусу Милосердному, хранителям, за то, что это взаимодействие произошло у меня с хранителями, за то, что я научилась взаимодействовать, потому что они мне дали возможность исцелиться и, наконец-то, пожить в этом теле, почувствовать, побыть здоровой. И я буду постоянно, как бы вы хотели, не хотели, нравится вам или не нравится, но я буду постоянно об этом говорить и постоянно делиться всем тем, что я знаю, для того, чтобы и вам, во-первых, была это какая-то польза, а во-вторых, во-первых, во-первых, почему? Потому что я желаю делиться этим тем, что меня спасло, что меня сделало здравой, жизнерадостной, и то, что меня исцелило. Это взаимодействие с хранителями души. Да, именно это меня поставило на ноги и дало возможность мне родиться заново, не умирая в данном теле, родиться заново и стать вот такой, как я сейчас есть. Итак, данная техника, данная практика, она очень лёгкая и она очень приятная. Да, кстати, я вам не сказала, что вот это место, где я сейчас снимаю это видео, это место, мы просто приехали в горы отдохнуть с супругом, и здесь в горах, ну как в горах и в лесах здесь лес на горе и озеро есть. Очень сильное место силы, очень сильное место силы, очень такое место силы. Я чувствую взаимодействие с хранителями и постоянно с ними взаимодействую. Так, что я делала, какую зарядку с хранителями? Дело в том, что только тело, хранители и душа знают всё то, что нужно для тела и какие упражнения нужны телу, понимаете? Мы иногда с вами бежим и начинаем делать какие-то тяжёлые упражнения, тренировки, растяжки, всё то, что, возможно, может принести, покалечить ваше тело. И только хранители знают, что вашему телу полезно, что нужно для вашего тела. Не каждому телу нужны сильные физические нагрузки. Да. Итак, есть такая практика, которую я случайно открыла. Я просто вставала вот так вот к стене, у меня аж руки. Руки такие становятся, наливаются, как будто охранители взаимодействия. Не как будто охранители взаимодействия, но как будто я их поместила в какую-то камеру. Они уже взаимодействуют. Я, значит, так говорю. Вставала и говорила. Взаимодействуйте со мной, хранители, и сделайте то, что нужно в данный момент моему телу. Все упражнения, которые нуждаются в моё тело. Я готова. Я поначалу стояла где-то в течение пяти-десяти минут. По-разному было. Самое первое, долгое. Я стояла десять минут и ждала, когда взаимодействие начнётся. Это тогда, когда ещё я не сильно взаимодействовала. Но как только сейчас я начну взаимодействовать... Сейчас у меня уже взаимодействие другое, поэтому я самая с первой минуты начинаю уже входить в это состояние. Они мне начинают вытягивать позвоночник шейный и спины. Я, наверное, сейчас буду молчать, потому что это будет неудобно говорить. Я готова к взаимодействию к заряду. Продолжение следует... Вы знаете, насколько эти приятные ощущения? Всё тело, они сами всё делают с телом. И сдвигают руки так, как нужно для того, чтобы позвоночник выровнять, для того, чтобы мышцы какие-то потянуть, растянуть. Потом эти движения, они совершенно иные. Они не такие, как мы их делаем сами по себе. Попробуйте потренироваться и поделать зарядку с хранителями. Дело в том, что вы сейчас в камеру не можете видеть того, как мышцы всего тела тянутся, потому что на ногах, на руках, они даже как-то сами по себе растягиваются. Ты такого не можешь делать сам. Это всё делают хранители. И это так приятно. Но что вам могу сказать? Когда я начинала делать такую зарядку, то я первые дни, где-то в течение 10 минут, стояла как в столбик, и руки не могли сами подняться. Потому что тогда ещё взаимодействие, оно было у меня вот руками так, так, но так, чтобы поднимать руки вверх. И, например, чтобы шею они мне сами берут, голову запрокидывают так сильно, и когда голову запрокидывают, они как бы вытягивают позвоночник. Дело в том, что я вам не рассказывала, но у меня была травма позвонка шейного, и я ходила в таком этом... Ну, у меня такой был подпорка такая для шеи. Очень жуткая вещь произошла со мной. Ну, это уже позади. И сейчас они мне всегда эту шею ставят на место, вытягивают сами. И что я хочу сказать? Первые дни где-то я до 10 минут так стояла, как столбик вкопанная. Я чувствовала, что идёт энергия, но руки сами не поднимались. И где-то после 10 минут начинали у меня подниматься руки. Они сами стали подниматься. Я когда это почувствовала, я была в таком шоке. Я не могла поверить, как это. Все дни я ещё так очень много вязала и сидела вот таким вот крючком. Знаете, вязала, вязала. Сама крючком вязала, и сама сидела, спина крючком была. Вот. И они мне, значит, делали такие движения. Вот это помню первые. Сейчас они уже так не делают, потому что у меня уже сейчас по-другому всё. Они мне поднимали руки, начинали их крутить, крутить, вот так крутить. Потом у меня спина сгибалась сама. И эти руки поднимались наверх. И вот всё, какие-то движения были. Как-то всё это, спина, надо было спину растянуть. Потом сюда руки сдвигались. Потом сюда, потом сюда. И так они сами эти руки далеко-далеко-далеко-далеко-далеко соединяли. Это сейчас я делаю. А когда они... Вот сейчас они делаю. Хранители всё делают сами. Представьте себе. Эти все движения, которые вы сейчас видите, это всё делается хранителями души. Они имеют такую силу колоссальную. Так вот. Потом у меня началось такое, что где-то я стала в течение пяти минут стоять и ждать, когда же, когда же начнётся вот это вот взаимодействие именно так, что руки подниматься, зарядку делать, там, наклон. И меня начало вот так качать из стороны в сторону. Я так боялась. Думаю, ой, сейчас упаду. Что же такое происходит? Но потом я понимала, что я не падаю. Я просто делалась как каким-то... Как пружина какой-то делась. И я... Сейчас я просто далеко не могу встать. И так не хватает камеры. Я становилась какой-то пружиной. И меня качало из стороны в сторону. И так это было плавно и легко. Знаете, мне не надо было никаких усилий делать. Просто как будто меня брали и качали в разные стороны. И качали, качали, качали. Это позвоночники так мне вытягивали, вытягивали. И я думала, иногда думаю, ой, я на рову паду. И дело в том, что я понимала, что нет, я не падаю, потому что меня как бы раз и обратно в другую сторону. И какой-то волдой я попадала вот в эти энергетические, какие-то волды. А сейчас опять меня так... Это невероятное что-то. И так они... Как будто тебя вот ветром сдувают с одной стороны, и потом в другую сторону. С одной взад, назад, вперёд. Круговые какие-то. Но они совершенно другие. Они отличаются от того, что мы делаем. Понимаете? Потому что представьте себе, вы попадаете в какую-то барокамеру, да? И где вас вот двигают ну, таким вот силой воздуха или как вот энергией, да? И вы вот просто стоите и качаетесь. И вас вот просто двигается вот этим воздухом, что ли. Давлением, под давлением, да? Вот это всё делается. Вот тут такое же. У вас эта энергия берёт и начинает двигать. Вот так вот всё время двигать. И причём, например, спина, торс в одну сторону, ноги в другую сторону. И ты вот такой, как волна какая-то, передвигаешься, передвигаешься. И так приятно это. И без какого-либо надрыва, без ничего. Всё так очень плавно и, ну, благостно, что ли. Очень-очень-очень приятно. Вот. Так вот. Я чуть постою, у меня руки двигаются сами. Так вот. А потом, когда я... И вы знаете, что в конце у меня было такое, что минут так 10-15, у меня 20 вот так качало-качало-качало. И потом я такая бессиленная, так плавно сползала и падала. Знаете, что я вам предложу? Чтобы до первого раза вам не было страшновато, вставайте в косяке, косяк, в дверном косяке. Ой, как сказать, косяк? Зачем сказать? В дверном проёме. Закройте дверь, облокотитесь к двери, к дверном проёме, чтобы у вас три стороны было. Назад, сбоку, из боков было нормально. Попробуйте потренироваться вот в этом проёме дверном. Просто встаньте и увидите, как вас будет качать в одну сторону, в другую. Потому что для начала это как-то немножко страшновато. Вы как неваляшечка делаетесь туда-сюда. Можете вперёд делать, то вперёд как-то не так страшно. Вот когда туда-назад делаете, вот немножко это страшновато для первого раза. Ну, это всё для первого раза. А потом, когда вы уже понимаете, что они вам никогда в жизни не причинят ничего такого страшного, поэтому вы уже можете на открытой территории вставать, можете вы за диванчиком встать. Если что-то, можете завалиться на диванчик. Вот. А я потом вставала так на ковре и делала эту зарядку. Всё, что они делали, качалась, болталась в разные стороны. И потом в конце почему-то я всегда начинала падать. Я так падала и ложилась на пол и лежала. Такой, знаете, в позе зародыша. Вот так вот. И лежала, в таком блаженстве пребывала. и не могла поверить, что вообще такое может произойти. И знаете, что вот у меня есть подруга Ириша Браун. Я как-то и тоже сказала, Ириша, встань, сделай зарядку и скажи телу своему. Тогда я не знала, что это хранители. Вот первые у меня такие практики были. Я говорила, скажи тело, тело знает всё, что нужно. Всё, что нужно для зарядки. Всё, что нужно для тела, чтобы ему стать здоровым и как-то ему самому делать зарядку. И вот я не знаю, Ириша, получилось или нет, но вот я тогда говорила телу. Я не знала, что нужно говорить хранителям. А потом, когда я уже поняла, когда я начала взаимодействовать, я уже поняла, что это хранители делают. И я уже говорю, хранители, делайте зарядку. Всё, что вам всё, что считаете нужно, вернее, помогите телу сделать зарядку такую, которая должна быть на благо тела и всеобщего вот этого, чтобы физическое состояние было хорошее. И вот я это уже делаю и не боюсь, что я упаду. Я могу просто приспуститься на пол и так прилечь потом. Но всё это делается зарядочка с хранителями души. поэтому, милые мои хорошие, удивительные светлые души, попробуйте, попробуйте, встаньте посреди комнаты, где-то встаньте так, чтобы диванчик был рядом, либо чтобы проём был дверной, и скажите себе, скажите так, хранители души, взаимодействуйте со мной, пожалуйста, пожалуйста, взаимодействуйте со мной и сделайте зарядку для тела такую, какую ей нужно. Вы это знаете лучше меня. И стойте, ждите. И вот ваши ручки, ножки начинают нежно-нежно покалывать, голова немного начинает двигаться на шее, тело начинает раскачиваться по сторонам, может вправо, может влево, это потому, что вы вошли вот в этот их поток, эта дуальная труба открывается, и хранители через дуальную трубу начинают входить ваше поле, они начинают здесь в поле быть, и начинается вот это взаимодействие, они начинают поднимать эти руки ваши и делать все то, что нужно. Сейчас вы видите мою голову, качающиеся, как у китайской игрушки, есть такие игрушки, я думаю, что их сделали как раз по примеру людей, которые взаимодействовали с хранителем, и сейчас хранители начали качать мою голову еще сильнее, как только я об этом сказала, они качают, и я чувствую каждый позвоночник, как голова качается, и все позвонки начинают двигаться, они двигают все позвонки, сами все это делают хранители, я начала их чувствовать очень сильно, и оно, тело двигается, так, каждый позвоночник ходит очень плавно, и это все делают они, они сами знают, что нужно телу это все так и есть, это все идет взаимодействие, взаимодействие, вы знаете, как приятно, когда это делается, я просто во весь рост не могу показывать, но здесь у меня еще тазобедренный таз начинает так двигаться сам по себе, а ноги сами по себе, и здесь все это двигается, как бы ты становишься весь на шарнирах, понимаете, ты становишься весь на шарнирах, и это я, не я делаю, а это хранители, у меня всегда такой его таз начинает ходить в разные стороны, по кругу ходит, вот так ходит, это все делает хранители, сейчас я поблагодарю хранителей и выйду из этого состояния, потому что это может быть очень длительно для этого сеанса, на самом деле это так приятно, вы даже не можете себе представить, как приятно делать эту зарядку с хранителями души, хранители души, благодарю вас за взаимодействие, для меня это большое счастье и благость от Отца Небесного, благодарю, 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 все равно я чувствую это все, силу такую, я просто от всей души желаю вам попробовать сделать такую зарядку, встаньте в комнате возле диванчика или возле кровати, скажите хранителям, хранители, прошу вас, пожалуйста, взаимодействуйте со мной и сделайте зарядку ту, которую нужна моему телу в данный момент времени и встаньте и ждите, просто расслабьтесь и ждите, просто расслабьтесь и ждите и вы начнете чувствовать, может быть, эта головка начнет шевелиться, может, ручки, может, ножки, может быть, суставы, тазобедренные даже начнете ходить, вы, когда у вас открывается дуальная труба и когда хранители начинают ваше поле пребывать, то все вот это начинается у вас просто, вот эти колебания начинают вас двигать все и такое удовольствие вы получите, потому что ваше тело, оно в расслабленном состоянии получит все движения, те, о которых мечтало ваше тело все эти долгие, долгие годы, оно, во-первых, расслабится, все мышцы расслабятся, все суставчики начнут двигаться так, как они должны быть, а в суставах есть еще такие, знаете, смазывающие жидкость, они будут, когда суставчики двигаться, там есть такие дырочки, через которые проходит эта жидкость, и жидкость начнет поступать в суставы, она начнет смазываться, потому что у многих из нас нету этой смазывающейся жидкости, и когда хранители делают с вами зарядку, они ее производят в таком движении, чтобы вот эти суставчики начинали смазываться, и вы будете чувствовать свое тело в другом состоянии, оно у вас будет такое все плавное, двигающее, прекрасное, хорошее, как на шарнирчиках начнете шевелиться, вот. Ну, а что, я сделала перед сном сейчас эту всю зарядочку тоже, я утром делаю тибетцев, пять тибетцев, кто не знает, посмотрите на ютуб канале, у меня есть пять тибетцев, очень хорошая зарядка, тоже с хранителями делаю всегда их, а вот эту сейчас я тоже зарядочку, которую вам показала, сделала сейчас перед сном, у нас уже время вечернее, я сейчас пойду отдыхать, вот, а вам желаю всего самого-самого наилучшего, попробуйте повзаимодействуйте и сделайте это, попрактикуйте практику эту, попрактикуйте это, как правильно сказать, попрактикуйте зарядку с хранителями и вы получите удовольствие, потом, пожалуйста, напишите мне о том, что как у вас это все получилось или нет, с первого раза может не получиться, но я думаю, если вы читаете молитвы, которые я вам дала, то у вас уже есть взаимодействие, потому что через молитвы происходит очень сильное взаимодействие с хранителями и если вы читаете молитву, то у вас уже и эти практики тоже будут получаться и вот эта вот практика тоже у вас будет получаться зарядка с хранителями и вы когда ее будете делать каждый день, то вы будете чувствовать себя намного лучше, во-первых, во-вторых, у вас усилится вот это взаимодействие с хранителями, да, если вы будете еще делать дыхание жизни, потом зарядку с хранителями, молиться, то у вас будет с каждым разом все усиливаться, 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 усиливаться и в один день вы будете так сильно взаимодействовать с хранителями, что вы будете уже понимать, что и как вам делать для того, чтобы ваша жизнь была благостной и радостной, потому что хранители будут вам во всем, во всем помогать. А на этой замечательной ноте я буду заканчивать свой видеоэфир. С вами была я, мистик, философ, поэт Татьяна Сидеева-Бурова. И этот видеоэфир я с радостью, с радостью, с радостью этим видеоэфиром с радостью поделюсь с вами. И желаю, чтобы у вас, у всех всё начало получаться и чтобы было взаимодействие очень хорошим и сильным. И пусть вам всем помогает Отец Небесный, пусть Иисус милосердно исцеляет, защищает, оберегает. И пусть у вас придёт в дом благость, пусть будет радость, пусть будет всё-всё-всё хорошо. И пусть ангелы-хранители будут с вами всегда рядом. Пусть они вас слышат, вернее, они вас слышат. Это вы их не слышите, и вы не можете с ними научиться правильно взаимодействовать. Я желаю вам, чтобы у вас произошло это правильное и хорошее взаимодействие. Да будет так! Да будет так! Да будет так! Люблю вас всем сердцем и обнимаю вас всей душой. До связи!